Всем привет! Видеорегистратор – полезная вещь для любого водителя. А если он с радар-детектором и контролем скоростного режима, то это вообще идеально. Но выбрать удачную модель не так-то просто. Ассортимент огромный и от количества брендов разбегаются глаза. В этом ролике рассказываю про варианты от компании RoadGid и DaoCam. Протестируем три устройства, два варианта Full HD и один 2К. Какие у них плюсы и минусы? Заодно выясним, стоит ли брать более дорогую модель с высоким разрешением или народные Full HD, хватит на все. Вы на канале CityLink, меня зовут Олег. Рассказываю, что у нас получилось. Модели из нашего сравнения относятся к разным ценовым сегментам, но с похожими функциями и возможностями. Давайте познакомимся с ними поближе. DaoCam Genome продается в небольшой коробке. Может даже показаться, что комплект будет состоять только из провода и камеры, но как бы не так. В набор входит салфетка, USB-карт-ридер, запасной предохранитель, зарядка и крепеж на присоске. Сама зарядка слегка расстроила. Используется не особо современный мини-USB. Также еще и в самом прикуривателе нет до порта USB-A. Порт зарядки регистратора встроен в крепление, что удобно, так как провод менее виден, чем когда он подключен в сам регистратор. А вот соединение крепления и регистратора не магнитное, что уже не особо современное. Еще хочется отметить отсутствие поляризационного стекла, хотя видно, что на самой камере есть резьба под него. Регистратор хорошо собран, лицевую сторону обыграли, дизайнерский и разделили на три части. Камера, радар, название. На задней панели расположились все основные кнопки управления. Экраны и динамик с микрофоном. А на боковинах оказались карта памяти и кнопочка перезагрузки. X9 Hybrid GT от RodeGit. Выглядит посолиднее, как сам регистратор, так и упаковка. Внутри коробки регистратор, салфетка, мешочек для переноски, пара предохранителей, USB-карт-ридер, USB-провод для подключения к ПК и магнитный крепеж, к которому подключается зарядка. Для зарядки используется разъем 2,5 мм, но при этом в самой зарядке есть порт USB. Для магнитного крепежа есть два варианта крепления, клеящаяся основа или присоска. Есть также запасная клеящаяся основа, а вот антистатичные наклейки нет. Еще в комплекте пара держателей для провода, инструмент для снятия пластика, ну и самое главное, на регистратор уже накручен поляризационный фильтр. Все кнопки управления расположены сверху и по бокам, а в центре весьма немаленький 3,5-дюймовый дисплей. Premier 3 Carbon самый дорогой из подборки, поэтому удивительно было обнаружить меньший набор комплектующих, чем у X9. Узри коробки с салфеткой, предохранитель крепления провода и инструмента, присоска и клейкое основание для крепления на стекло, магнитный крепеж с подключением Type-C, а также сама зарядка с возможностью подключения еще одного устройства. Ну и регистратор весьма стильно выглядящий, так как корпус выполнен из карбона. Как и в X9, поверх объектива надет поляризационный фильтр. И так же, как в X9, все управления расположены по бокам и сверху, а по центру 3,5-дюймовый дисплей. Общая фишка всех трех моделей – суперконденсатор, который установлен вместо аккумулятора. Главное преимущество заключается в том, что суперконденсатор лучше работает при низких температурах и не так восприимчив к ее перепадам. В холодное время точно пригодится. С креплением на лобовом стекле проблем не возникло. Снял пленочку с присоски, примерился и зафиксировал. Изи. Это кажется менее надежно, чем крепеж с клейким основанием, но зато не будет следов от 3М-скотча. Да и за время тестов у меня ни один регистратор не отвалился. Понравился и тот, что порт зарядки находится в креплении. Каждому было удобно подвести питание. В плане эргономики после установки чуть хромает геном. В отличии от двух других, у него нет шарнирного соединения, а просто в пазы. Так что выбор, куда направить камеру, более ограничен. А в остальном, при установке все удобно. Естественно, такие устройства можно оставить не только напрямую, но и через приложение. Через него же можно посмотреть, что она снимала регистратор и сразу же отправить себе на почту, если было что-то интересное или что-то произошло. В плеймаркете есть несколько приложений, через которые можно работать с регистраторами. Но стоит использовать именно эти. Одно называется RodeGid для X9 и Premiere 3, а другое DaoCam для генома. Подключение осуществляется по Wi-Fi. Включаем на регистраторе, включаем на телефоне, соединение установлено. Сразу видно, что снимает регистратор. Можно запустить или остановить его, посмотреть на весь экран и сделать фото. Можно открыть галерею и посмотреть все, что записал. Выцепить оттуда нужное. Настройки почти один в один, те, что на самом регистраторе. Можно настроить также все под себя. Это куда удобнее и быстрее, чем тыкаться в маленький экранчик. Так как все представленные модели – это видеорегистраторы с радар-детектором, в настройках можно увидеть практически одно и то же. То есть можно подогнать все под себя. Например, если вы не ездите по трассе, можно отключить часть ненужных вам функций. Или наоборот настроить, чтобы они работали лучше. Есть даже отдельные настройки для дальнобольщиков. Регистратор, благодаря ежедневному обновлению своих баз данных, всегда подскажет ограничение скорости и звуком дадут понять, где находится камера или радар. И предупредят о посте ДПС. Также при установке определенного скоростного режима и его превышении, регистратор будет сигнализировать вам об этом как визуально, так и голосом. Такого рода настройок очень много в каждой из трех моделей. Не забыли даже про G-сенсор и датчик движения. Один на случай аварийной ситуации, второй срабатывает при движении в кадре. Тесты начинаем, конечно, с города, за ним трассы и потом уже ночные покатушки. Оценим, как будут видны номера и в целом качество съемки. А также проверим, как работают оповещения и предостережения от регистраторов. Сразу можно сказать, что проблем с захватом полос ни у кого не возникло. Что по трассе, что в городе. Так как у всех регистраторов угол обзора больше 140 градусов. Все номера на стоп-кадре будут видны и на Full HD и на 2K. Что касается оповещения о радарах, муляжах и камерах, все регистраторы одинаково четко отрабатывают. Не могу выделить какой-то один. Они заранее оповещают о камерах и радарах, как визуально скорость расстояния, так и звуковым сопровождением. Благодаря ежедневного обновления все новые камеры попадают в базу регистратора. И даже если вы не знали о их наличии, эти малыши вам все расскажут. Помимо камеры, они распознают широкий спектр различных радаров. Шутка лет 11 штук. Такие как мультикадр, искра, кордон. А также комплекс с тарелкой и такие безрадарных комплексы, как автодория и автоураган. А вот про съемку, конечно, стоит поговорить подробнее. Так как у нас есть 2К и Full HD решение. Посмотрим на разницу и стоит ли за нее переплачивать. Ну и естественно, в плане съемки 2К регистратора Premiere 3 обходит Full HD X9 и Геном. Дневные футажи отлично смотрятся. Четкие, сочные, на любой скорости можно сделать стоп-кадр и смотреть номер. Все круто, вопросов нет. Так а что там с Full HD? Изображение будет менее четко видно пикселей, иногда и кашу из них. Но номера читаются на трассе и в городе. Но разница между матрицами двух устройств весьма заметна. В Геном установлен сенсор Galaxy Core, а в X9 Sony IMX 307. Что влияет на качество картинки? Картинка в Геном более тусклая и шумная в сравнении с X9, хотя в последнем она тоже далека до идеала. У X9 и Premiere 3 еще есть CPL-фильтр, который убирает отражение, блики и засветы. Полезная штука, пригождается и днем, и ночью. В ночной съемке Premiere 3 с топовым сенсором IMX 327 и большим разрешением не оставляет шансов Full HD. Четкая картинка, хорошие цвета, шумы, конечно, присутствуют, но их не так много. Также неплохо смотрится из записей с X9. Картинка очень насыщенная, он прям старается придать контрастности, осветлить и добавить резкости, чтобы было лучше видно, но в некоторых местах превращает изображение по краям в страшную кашу. Фильтры у обоих убирают отблески и блики, и это хорошо заметно есть в сравнении с записями с геномом. На нем как раз появляются сильные блики, хотя сама картинка сносная, менее четкая, выцвешшая. Можно рассмотреть номера машин, но хуже, чем на X3 с Premiere. По итогу тестов мне больше всего понравилась модель Premiere 3 Carbon. Да, она ощутимо дороже двух других вариантов, но, как я и говорил в предыдущем обзоре регистраторов, лучше чуть доплатить и взять хорошую картинку, чем жалеть, что что-то не попало или смазалось в кадре. А вот выбор между X9 и геном весьма очевиден. Разница у них не такая большая в цене, а вот в картинке все-таки различия есть. Тут я отдам предпочтение X9. Комплект вкуснее и даже светофильтр в наборе присутствует, благодаря которому улучшается съемка как днем, так и ночью. Как вам такие многофункциональные регистраторы, которые помогут вам контролировать ситуацию на дороге и не нарваться на штраф? Камера-то сейчас понаставили на каждом углу. Какой бы вы взяли себе, а может у вас уже есть свое решение? Пишите ваши комментарии ниже, будет интересно их почитать. С вами был Олег, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше будет только интереснее. Пока!